Здравствуйте! Это программа «Ленинградское время» о главных событиях 47-го региона. Я Андрей Радин. На минувшей неделе в Выборгском районе нашли нефть. Позитива здесь мало. В Верхнечеркасово обнаружена свалка нефтепродуктов. Конечно, незаконная. Со слов местных жителей, она появилась в начале июля и нашли ее случайно. Вместо черники и лисичек жители обнаружили озеро нефти. Несколько пластиковых кубов без опознавательных надписей и знаков с нефтепродуктами были перевернуты. Жидкость, которая внешне напоминает мазут или отработанное машинное масло, разлита по земле. Тут уже массово гибнут животные и птицы. Администрация муниципального образования Советская, в собственности которого находится земля, обещает в ближайшее время ликвидировать свалку. Теперь мы должны сделать рекультивацию какую-то, то есть отсыпку сделать, вывести этот грунт. Ну, это, конечно, сейчас этим будем заниматься. Просто даже когда вот я приступил сейчас к этой проблеме, попросили, чтобы мы пока следы эти не уничтожали, потому что полиция должна разобраться в этом. После приезда журналистов и чиновников злоумышленники попытались скрыть следы. Ночью контейнеры перевернули и подожгли, что спровоцировало еще больший разлив жидкости. По предварительным подсчетам ущерб уже составляет около 400 тысяч рублей. По выявленным фактам природоохранная прокуратура Ленобласти ведет проверку. А теперь о том, что вы еще увидите в ленинградском времени. У нас достаточно активное общество в Ленинградской области, есть очень серьезные общественные организации. Я думаю, что это все сыграет как раз на то, что вызовет неподдельный интерес. Губернаторская гонка вступает в завершающую стадию. Четыре из пяти кандидатов получили удостоверение. Привет передают, на связь выходят. Как говорим, вы спрашиваете. Незнакомый Тихвин – малоизвестная страница из жизни города, который в этом году провел два грандиозных события – церковное и светское. Очень удачный построен мост. По сравнению со старым, этот бесподобный. Железнодорожный переход как единство противоположностей. Почему жители Любани не могут однозначно оценить заботу об их безопасности? Вот видите, детская площадка, бабки все выходят, с внуками. А что нам плохо жить? Где находится географический центр Ленинградской области? Кто населяет его? И гордятся ли обитатели центра своим местожительством? Спасибо вам, ребята, большое, что вы возвратили деда, что мы теперь знаем, что он погиб героем. Внук нашел могилу деда. Завершение истории, начатое ленинградским временем перед юбилеем Великой Победы. Сегодня два Александра, Тимков и Лазаревич, могут позволить себе короткие каникулы. И годовая трудовая предпраздничная вакта подошла к логическому завершению. Тимков глава администрации, а Лазаревич глава Тихвинского района, где в минувшие выходные прошел День области. Серия торжеств началась в старом русском городе в июле прошлого года, когда страна отмечала десятилетие возвращения на родину Тихвинской иконы Божьей Матери. Подготовка к этому событию плавно перетекла в организацию торжеств по случаю 500-летия Успенского собора Тихвинского Богородичного Мужского Монастыря. А спустя три недели Тихвин отметил 88-й день рождения Ленинградской области. 100 миллионов рублей, выделенных на сие мероприятия, превратились в асфальт дорог и камень тротуаров, в окрашенные фасады домов и озеленение газонов, в новую набережную Тихвинки, реставрацию памятников и исторических зданий, а также в праздничное оформление улиц и площадей, ставших концертными площадками, художественными мастерскими и танцполами. Основное действие развернулось прямо на футбольном поле местного стадиона. Мы хотим, чтобы лозунгом следующего десятилетия был не лозунг «Ленинградская область – территория успеха», а «Ленинградская область – территория успешных людей». В течение десяти лет мы должны установить социальные стандарты проживания в Ленинградской области. В каждом районе Ленинградской области будут из расчета на количество проживающих стандарты по лечебным учреждениям, спортивным учреждениям, домам культуры, библиотекам и многому-многому другому. Наши города должны быть красивые, чистые, ухоженные. Мы не стремимся, чтобы в Ленинградской области были богатые люди. Мы не хотим, чтобы в Ленинградской области были бедные люди. И мы все для этого сделаем. Поздравления, награждения почетных граждан области, трогательные речи и именитые столичные гости. Все это Тиховин, суббота, 88-я годовщина области. Тиховин, суббота, 88-я годовщина области. Слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца, как поцелуй. Я вас ждем в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я вас ждем в Советском Союзе, сделан я в СССР. Суббота, 88-я годовщина области. Пыль устанет небо, словно исполнится луна. Камелька из зефа на ресницы к воду. И зимой в лето за собою убеду. Тиховин уникальное место. И Тиховин не только монастырь, чудотворная икона и дом римского Корсакова. Это единственное в области местное эфирное телевидение, и величавые окрестные леса, и самый крупный в Европе вагоностроительный завод. А также необычный памятник на въезде в город. Монумент поставлен 30 лет назад в память о летчиках, защищавших в войну Тиховинское небо. Самолета времен Великой Отечественной не нашли. Поставили МиГ-21, который выпускался с 59-го года. Его передал городу будущий почетный гражданин Тиховина, маршал авиации Силантии, в которую в войну защищал Тиховинское небо и получил за это звание Героя Советского Союза. Наш корреспондент Антон Горячев, помимо истребителя МиГ-21, нашел в Тиховине еще много интересного. Каждый день он нет-нет да поглядывает на небо, хотя знает, сегодня никто не прилетит, несмотря на погоду. Очень летная погода, замечательно, как говорят, миллион на миллион. Миллион на миллион – это когда видимость больше 10 километров – самое то для полетов. Но самолеты сюда уже давно не садятся, а вертолеты, когда кто-нибудь прилетает по делам, примерно раз в неделю. Не то, что раньше, когда Тихвинский аэродром был центром авиационной жизни Ленобласти. Самолет АН-2 выполнялся рейс из Ленинграда до Тихвина и до Бокситогорска. Значит, возили 12 пассажиров на борту находилось. В летний период это была полная загрузка. Ну, добираться было раньше до Питера, это где-то 4-5 часов до Ленинграда. А здесь час, на самолете час. Но сейчас Сергей Дорошенко здесь единственный сотрудник. Он из-за начальника, из-за диспетчера, из-за охранника. Помнит, как в 70-е по 40 взлетов и посадок каждый день производила только авиахимическая служба. А еще санитарная авиация, контроль лесных пожаров, да аэрофотосъемка. Движения, как в крупном международном хабе, были и свои летчики, теперь они, правда, работают не здесь. Но этот аэродром для них и есть Тихвин. Они улетели, но иногда возвращаются с криктением и помехами по старой радиосвязи. Ну, когда летят, тут, как я, над нами привет передают, на связь выходят. Как, говорим, вы, спрашивают. Как тут жизнь у вас? Пилоты больших самолетов. Чего уж самолеты, здесь и водное движение было, правда, совсем уж давно. Тихвинскую водную систему задумал еще Петр I, но соединили Волгу и Балтику уже в 19 веке. Подумайте только, 62 деревянных шлюза. Желание торговать с Европой никак не останавливало. Именно в то время Тихвин и разжился. Местные купцы обогатились, настроили домов и создали образ купеческого города. В 60-х систему закрыли, а шлюзы разрушились. После 90-х годов, в общем так, никого ухода за ней не было. Она постепенно приходила в упадок. И, наверное, в начале 2000-х годов она вся разрушилась. То есть вот эта плотина, я еще помню, там мост, он был широкий, потом уже, уже, уже. Потом он как-то вообще изогнулся эллипсом, что по нему, когда идешь, там, идешь так, потом кверх ногами, потом снова так. То есть была такая система. Вот, а потом он просто рухнул. Сейчас плотину восстановили как памятник, а заодно и как мост. Теперь и добираться в церковь на холме гораздо проще. Да и вид какой. Здравствуй, молодежь, в выборках живешь, в лукости ты снова вместе. Хореографическая студия репетирует под молодежный гимн Ленинградской области, который мягко ложится на каждое кресло в этом зрительном зале. Шутка ли, здесь реализовали специальный проект архитектурно-строительной акустики. Каждый из гипстены работает на одну цель. Должно быть слышно. Акустические характеристики зала максимально приближены к идеальным. Я в полголоса сейчас разговариваю на сцене. На последнем ряду балкона меня прекрасно слышно. Директор Дворца культуры говорит, конечно, в наш микрофон. Но тут и правда на галерке слышно. Благодаря этому залу Тихвин теперь центр культуры всего Востока области. Говорят, каждая звезда, приезжающая в Тихвин, благодарит за акустику. После капитального ремонта в течение трех с половиной лет мы фактически весь музыкальный олимп перевозили сюда уже. Это российский. Это кто? Всего, хоть он и из Башкирии, Тихвин стал родиной. Когда военный летчик Юрий Мустафин в 61 году впервые попал в Тихвин, решил, здесь он будет жить и писать. Теперь его считают главным летописцем Тихвина. Художник-самоучка сначала все зафотографировал, а потом и нарисовал. Пейзажи родного Тихвина. Теперь редко покидают различные выставки. Я зафиксировал погоду. Зима где-то около минус 35. Это стояло целый месяц. И вот видите, у всех печки топятся. И вот эта вот стоит такая мгла. И вот сейчас эти... Что интересно, по этим картинам старые жители города находят свои дома снесенные. И очень даже радуются, когда они находят. На картинах Мустафина Тихвин, которого уже нет. Но сейчас художник собирается снова взяться за кисть. Город ведь меняется. А значит, новые полотна расскажут о городе, где у каждого его жителя или гостя будет свое памятное место. Антон Горячев, Сергей Дедюра и Антон Пашукевич. Ленинградское время. К дню области мы еще вернемся, а пока о главном политическом итоге недели. В регионе определилась группа претендентов на губернаторское кресло. Их пятеро. Правда, удостоверения кандидатов вручены только четырем. Из рук главы избиркома Журавлева заветные корочки получили либерал-демократ Лебедев, коммунист Кузьмин, справедливорос Перминов и представитель гражданской платформы Габитов. Подписи в их поддержку и документы оказались в порядке. Регистрация Александра Дрозденко будет проведена позже, так как в Рио губернатора появился в обл. избиркоме в последний день сдачи подписей. 169 подписей представил Александр Дрозденко, но рассмотрение документов Александра Юрьевича впереди, потому что он стал позднее, чем другие четверо кандидатов. В том, что Дрозденко появился в обл. избиркоме последним, нет ничего удивительного. Его рабочий график, как утверждает протокол, стал еще напряженнее. Он больше ездит по региону и чаще встречается с населением. В среднем бывает по три мероприятия в день. За три года набежало больше тысячи встреч. Эти поездки, они тоже очень важны, потому что во время этих поездок я, как временно исполняющий обязанности, точно имею право просить людей прийти на выборы. У нас достаточно активное общество в Ленинградской области, есть очень серьезные общественные организации. Я думаю, что это все сыграет как раз на то, что вызовет неподдельный интерес жителей Ленинградской области к выборам, и мы получим приличную явку в день голосования. По данным Ленинградского времени, администрация рассчитывает на 42-43% от 1,3 млн человек, обладающих правом голоса. К выборам готовят 951 избирательный участок, половину из которых снабдят видеокамерами. На организацию процесса из регионального бюджета выделено 100 млн рублей. Основной день выборов 13 сентября. Досрочное голосование начнется 2 сентября. Предвыборные баталии, агитации и дебаты в средствах массовой информации уже совсем скоро, 15 августа. Ну а теперь о том, что вы еще увидите в Ленинградском времени. Очень удачный построен мост. По сравнению со старым, этот бесподобный. Железнодорожный переход как единство противоположностей. Почему жители Любани не могут однозначно оценить заботу об их безопасности? Даже если они с большим трудом, при огромном усилии родители смогли закончить школу, то после 18 они оседают дома. Счастливый дом на частные деньги. Кто и как работает с аутистами в Ленинградской области? И кому кроме них самих это нужно? Расследование ленинградского времени. Вот видите, детская площадка, бабки все выходят, с внуками. Ну что нам плохо жить? Где находится географический центр Ленинградской области? Кто населяет его? И гордятся ли обитатели центра своим местожительством? Спасибо вам, ребята, большое, что вы возвратили деда, что мы теперь знаем, что он погиб героем. Внук нашел могилу деда. Завершение истории начато ленинградским временем перед юбилеем Великой Победы. Не уходите далеко, мы скоро увидимся. Это Ленинградское время, и мы продолжаем. В Октябрьской железной дороге прокомментировали ситуацию с переездом в Антропшино. В одной из прошлых программ мы рассказывали, что жители Комунара переходят пути прямо под вагонами товарных поездов. В ОЖД отмечают, что опасная ситуация возникла по вине самих пассажиров. Место, где привыкли ходить люди, это служебный переход, и на нем разрешается ставить вагоны. А вот основной сигнализации всегда свободен. Вот только жителей он почему-то не устраивает. Тем не менее, железнодорожники не отрицают необходимость строительства в будущем надземного или подземного пешеходного перехода. Правда, сроки его появления неизвестны. Этот вопрос железнодорожники сейчас только обсуждают с муниципальными властями. Зато жители Любани теперь могут без страха пересекать железнодорожные пути. На станции на этой неделе открыли пешеходный мост. Новый крытый переход покрыт специальным поликарбонатным стеклом. Лестничные пролеты оборудовали освещением и пандусами для детских и инвалидных колясок. Сами жители оценили новый переход неоднозначно. Очень удачный построен мост. По сравнению со старым, этот бесподобный мост. Старый был неудобный? Неудобный. Он был очень крутой, и не было вот таких вот отдыхающих площадок. Очень не нравится, потому что построили далеко. Надо было или на старом, или ближе к вокзалу хотя бы. Подходы очень неудобные все. Во время работ на станции действовал всего лишь переход за вокзалом. Чтобы срезать дорогу, пассажиры переходили пути прямо с платформ. Участились случаи попадания людей под колеса. И сейчас переход занимает третье место посмертности в Ленинградской области. К сожалению, после открытия моста люди не перестали рисковать жизнью. Пожилой человек при наличии пешеходного перехода все равно через пути. Иногда минута будет стоить целой жизнь беда. Вот как с этим бороться? Отучить жителей от хаотичных переходов через пути чиновники и представители РЖД намерены с помощью административных наказаний. По этому поводу сейчас готовится обращение в полицию. И еще о переездах. На выезде из Гатчины придется постоять. Там начинают строить путепровод через железнодорожные пути. На днях строители ограничили движение. Закрыть проезд по Киевской улице планировали еще в середине лета, но сроки пришлось сдвинуть. Подрядчик, который занимался ремонтом соседней магистрали и вспомогательного железнодорожного переезда, не успел 1 июля сдать разворотное кольцо на старой улице. Сами строители говорят, что плановые работы по ремонту дороги они закончили вовремя. А вот разворотное кольцо в проекте не значилось. Улица открыта, движение есть, но были проблемы при осуществлении правого поворота с улицы Кооперативная, которая расположена вдоль железной дороги, на ЖД-переезд большегрузным автомобилем, длинномерным. Для этого ГИБДД выставили требования для строительства этого кольца, чтобы не совершать правый поворот напрямую через ЖД-переезд. В итоге разворот пришлось построить всего за месяц, к 1 августа. Теперь компания Пилон может начинать возводить путепровод над железной дорогой. Его собирают создать в 2016 году, и, как утверждает подрядчик, сроки переноситься не будут. Необходимость такого переезда возникла из-за порта Усть-Луга. Составы с грузом туда ходят круглые сутки, поэтому переезд на выезде из Гачины закрыт по 20 часов из 24. Единственная проблема на пути стройки – это 27 земельных участков, которые придется выкупать. Стоимость выкупа данных земельных участков заложена в смету строительства. Есть процедура законная, то есть она идет при согласовании с собственником земельного участка. Единственное, если кто-то не дает согласия, но, опять же, законно предусмотрена процедура выкупа по кадастровой стоимости земельного участка. На прошлой неделе определился город, который примет у себя 89-й день рождения Ленинградской области. Это сланцы. Сегодня им, как никому другому, нужны инвестиции и повышенное внимание. Что нужно сделать в городе в первую очередь, ленинградскому времени рассказали его жители и чиновники. Жилья у нас, как всегда, нет. Я бы была, не хочу сказать, что у нас было бы жилье. Мы бы хотели, чтобы у нас в городе больше было каких-то развлечений, потому что молодежи здесь очень скучно живется. Детских площадок побольше. Доносов совсем мало. Дороги? Дороги больше ничего. Я ходовую меняю раза два в сезон. Чисто из-за дорог только. В Сланцах на сегодняшний день одна из таких проблем – это взаимодействие с Сланцовским цементным заводом, когда через территорию города идут большегрузы с цементом, с продукцией этого завода большегрузы идут через город. Поэтому мы сейчас в переговорах с заводом, чтобы они за свой счет, по крайней мере, сделали проект дороги, от завода напрямую на региональную трассу, минуя городскую территорию. Сланцы станут центром Ленинградской области только на один день – на 1 августа 2016 года. По устоявшейся традиции и в отсутствии официальной столицы, город, принимающий день рождения региона, и является его временным центром. А где вообще находится центр 47-го региона? Не культурный или политический, а самый, что ни на есть – центр области. На карте. Ленинградскому времени помогли географы. Все измерили, посчитали, и оказалось, что это деревня Назия. Деревня не маленькая, больше сотни человек прописаны, а живут все 200. Пейзажи тут красивые, в каждом втором доме лодка, рядом Староладожский канал. Работает кто здесь же, на рыбном промысле, кто ездит в Синявино, на птицефабрику. Наша программа решила факт центральности запечатлеть официально и заказала соответствующую табличку. Вот, кажется, отличное местечко подойдет. Дело сделано, вот он, центр Ленинградской области. Местные жители, как оказалось, о таком факте на азийской истории не знали, но идею оценили, ну и центральности своей деревни на карте области придали красок. Рядом отлично живется. Народ дружный, весь хороший. Вот видите, детская площадка, бабки все выходят, с внуками. Ну, что нам плохо жить? Единственное, нас беспокоит трасса, которая открыта по старой Муромской дороге. И когда это самая пятница, нам с дома не выйти, и в воскресенье они возвращаются в город, все задымленное, в пыли. Ну, в общем, в Назии проблемы такие же, как и везде. Сотрудники центра «Антон тут рядом» уже неделю ищут Марину Чижевскую, девушку с аутизмом, которая потерялась в Ленинградской области. Последний раз ее видели в 20-х числах июля, недалеко от трассы Скандинавия, рядом с населенным пунктом Цвелодубова. Эту территорию сейчас прочесывают волонтеры, но для поисков требуется больше людей. Центр помощи «Антон тут рядом» через нашу программу обратился за помощью к волонтерам, у которых есть свой транспорт. Отмечу, что Марина Чижевская несколько раз уходила из дома, но на месяц пропадает впервые. Девушка не говорит и сторонится незнакомых людей, что осложняет поиски. Насколько сложно воспитывать ребенка с диагнозом аутизм, знают, наверное, только те, кто столкнулся с этим недугом. Своя история есть у семьи Поповых. Им пришлось пережить личную трагедию, и теперь они решили посвятить свою жизнь реабилитации детей-аутистов. Для этого они строят дом недалеко от Выборга, который должен стать своеобразной школой для детей и их родителей. Проект назвали «Счастливый дом». Это место, где дети смогут социализироваться и научиться жить, как мы с вами, работать, ходить за покупками, создавать свои семьи. Вот только смогут ли. Дом строят уже 4 года. Все потому, что приходится вкладывать только свои деньги. Центр реабилитации, как и самих аутистов, и власти, и меценаты почему-то не замечают. Хотя для страны этот проект уникальный и пока единственный. В чем и убедилось ленинградское время. Холл. Это будет два санузла. Один санузел, второй. Александр Попов интервью давать не любит, но экскурсию по дому готов провести по первому требованию. Тем более для будущих жильцов. Три спальни, в каждой по две кровати, большой холл, две ванные комнаты и широкая веранда. Почти все готово. Остались только отделочные работы. Если хватит денег, то новоселье можно будет отметить уже в конце лета. Хозяйственное помещение, где будет стоять электроводонагреватель, газовый котел. Объект еще не сдан, но каждые выходные в гости к Чите Поповых приезжает с десяток ребятишек. С ними работает Ирина, которая и основала фонд «Счастливый дом». Она же разрабатывает программы по реабилитации детей с аутизмом. Большинство из них не могут находиться в незнакомом обществе. Поэтому первым делом нужно подружить будущих соседей. Будет интеграционный лагерь для детей. Это во время каникул. Это будет программа тренировочного проживания от месяца до полугода. И, конечно, уже как конечная такая апофеоз нашей деятельности, мы будем стремиться к тому, чтобы развивать именно постоянное сопровождаемое проживание. Изначально проект задумывался как центр для детей, но уже сейчас стал еще и родительским клубом. Какого-то единого сообщества для мам и пап, которые живут с детьми-аутистами, ни в Ленинградской области, ни в Петербурге не существует. Так что все нюансы воспитания приходится постигать самостоятельно. Каждый ребенок с аутизмом настолько уникален, что нету, даже если ты прочитаешь кучу-кучу информации, ты можешь не найти ответ на этот вопрос. Когда ты коллективно можешь, ну, по опыту своему, можешь придумать какую-то, ну, так, фишку, как справиться с тем или иным поведением. Ой, Максим, какой молодец! Под шум пилы и молотка дети учатся выращивать салат, ухаживать за гусями и резать овощи. Ирина объясняет, что такие незамысловатые занятия – один из шагов на пути реабилитации. Ребенок должен научиться обслуживать себя сам. Тогда можно будет задуматься об учебе в школе, а после даже найти работу. Когда дети достигают 18-летнего возраста, даже если они с большим трудом, при огромном усилии родителей смогли закончить школу, то после 18 они оседают дома. Диагноз – вот 18 лет, аутизма у нас нет после 18 лет. У нас есть шизофрения. С таким диагнозом одна дорога в психиатрическую клинику. Туда попадают в основном дети из интернатов. Разместить всех в маленьком одноэтажном доме вряд ли получится. Из желающих провести тут несколько дней уже выстраивается длинная очередь, а потому нужно строить второй и даже третий дом. Но Ирина и Александр о таких перспективах не думают. Им бы первый счастливый дом до конца достроить. Александр Пес, Виктор Туров и Антон Пашукевич. Ленинградское время. Неожиданное продолжение истории, которую мы снимали ровно три месяца назад, перед 9 мая. Время тогда познакомилась с поисковиками, которые работали в урочище Вороново. Это Кировский район, место серьезных тяжелых боев 43-го. Тогда прямо на наших глазах поисковик первогодок из Вологды, 16-летний парень нашел медаль за боевые заслуги. Находка, о которой часто только мечтают даже опытные члены отрядов. Медаль я нашел чисто случайно. Она лежала у нас на переборке. Думал сначала монета. А начал когда чистить, увидел то, что медаль. Спустя два месяца нашли внука солдата, которому принадлежала медаль. Он живет под ладейным полем в деревне Косяково. Вологодские поисковики, 25 человек, специально приехали, чтобы вручить находку родственнику. Благодарю поисковиков за то, что они такой труд сделали, такую, что они не бросили это. Вот сколько времени потеряли, сколько своего времени, сколько здоровья. Спасибо вам, ребята, большое, что вы возвратили деда, что мы теперь знаем, что он погиб героем. Самого героя звали Дмитрий Васильевич Вилкин, старший сержант-разведчик. Имя узнали по номеру медали. Нашли и наградной лист. Оказалось, что солдат в лютый мороз под 40 почти сутки просидел на дереве с подзорной трубой. Корректируя огонь своей батареи по противнику. Неизвестно, как погиб гвардии сержант Вилкин. Поисковики считают, что героически. Выполняя приказ и возвращаясь из очередной разведоперации. И на этом у меня все. Ленинградское время наступит ровно через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова